здравствуйте дорогие друзья подписчики просто зрители канала посмотрел ролик олега зубкова про то что опять не дают землю землю которую обещала уже министерство экономического развития россии где состоялась вы все помните судьбоносное совещание разрешившая многолетний конфликт между олегом зубковым и крымской властью и мы все подумали что все все проблемы будут решаться теперь и не будет никаких козней но друзья уже вроде бы и пандемия несколько месяцев самый острый период прошел пора бы уже провести совещание в совете министров и решить вопрос с выделением обещанной земли парку львов тайган вот почему я решил снять это видео посмотрите друзья вот это виноградник заброшенный виноградник рядом с парком львов тайган вон знаменитая белая скала как крепость возвышается над белогорском так вот друзья этот виноградник заброшенным стоит на моей памяти уже лет наверное 7 8 и очень хорошая здесь земля именно вот для винограда смотрите и трава неплохая все но он заброшен никто им не занимается так в чем проблема если земли рядом с тайганом заброшены в чем проблема дать их настоящему хозяину который бы занялся этой землей и сделал бы расширил бы границы своего оазиса в степях белогорска откуда вот это вот подход этот собаки на сене ни себе ни людям вот посмотрите друзья этот виноградник свое время еще помню при украине на него потратили огромные деньги и во что он теперь превратился он не старый ему вот я же говорю максимум лет 10 сейчас бы он плодил и такие бы давал урожай что хватало бы ого-го для производства и соков их знаменитых крымских вин но нет хозяина друзья к сожалению вот чем главная проблема не надо винить кого-то вокруг когда у самих такая вот ситуация и что поразительно не было бы до рядом человека который смог бы это все поднять есть живот олег зубков причем сам просит дайте мне землю я сделаю из нее цветущий сад но видимо это никому не нужно складывается такое впечатление кроме нас друзья поддерживающий поддерживающих олега зубкова и болеющих за родной край действительно душа болит но что это такое но сколько можно потом они нам рассказывают что кто-то там виноват что-то виновата вы дайте хозяинам дайте людям работать в том же белогорске такие очереди на земельные участки огромные вот прям под белогорском сколько земли и не себе не людям что называется ну что это друзья просто действительно уже нет сил сдерживаться ладно бы там цены были на нефть огромные как раньше все не надо было напрягаться это это нужно было бы напрягаться а сейчас тем более я бы на месте руководства крыма до бегал бы за олегом зубковым сказал боле что тебе еще помочь что тебе еще дать только давай развивай крымскую землю работой на благо крыма и что мы видим на уровне минэкономразвития принимаются решения исполнения их нет нет друзья это не дело это не хозяйский подход к земле земля вот главный ресурс вот главная кормилица всегда была есть и будет зато нас с вами кормят помидорами пластмассовыми огурцами когда вот настоящая земля пустует которая могла бы засыпать виноградом и белогорский пол симферополя поэтому друзья извините что несколько эмоционально но как в том фильме обидно за родину за державу за крымский край родной и за нас с вами и за такого хозяина как олег зубков